В любом случае, выезжая на это обучение, очень хотелось бы понять, какое количество использовать в меру игровых моментов, всяких тренерских фишечек. Какие есть упражнения, виды упражнений для того, чтобы лучше обучить, лучше прошел процесс обучения. Какие игры использовать с невысоко замотивированными людьми, потому что это тоже важно. И, конечно, готовя свои дальнейшие проекты, простраиваем так, чтобы сначала сами обучились, а потом уже учили других. В основном игры ролевые, это различные игры тематические. Это важно для нас, потому что тематика тренинга может быть разной абсолютно. А методический компонент должен быть у тренера достаточно широким, чтобы можно было выбирать и мало того, что знать, и еще и довести до автомата. Поэтому, общаясь не только с тренерами, но и внутри вот этого тренерского сообщества, много очень черпаешь. На что ты обращаешь внимание, где ты понимаешь, выбираешь стиль, ведение, смотришь, как это делают другие, ну, либо берешь для себя, либо думаешь, что как раз так вот делать нельзя. Но наши тренеры сегодняшние вообще великолепны. Субтитры сделал DimaTorzok